Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. Ну да, то есть, что его умысленно заразили коронавирусом, я так понимаю, его лично. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, я попал в Золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус. То есть, он намекает, что его сознательно заразили. А кто мог заразить сознательно? Он ездил к Путину, да, старший брат. Кого Путин назвал старшим братом? Это хитрый все-таки он. Жуть. Лукашенко вновь заявил о ведении гибридной войны против Белоруссии. Кто ведет гибридную войну? Пакостит, говорит. И ничего он не говорит про Путина, да, там и про всех. Там вот некие там кто-то, они. Про украинские корни он рассказал свои, рассказал об оппозиционных настроениях сына. И Украин запросил у Белоруссии выдачи задержанных россиян. Сейчас он будет, конечно, Путина сильно шантажировать этим. Путина поручил Лукашенко пригласить генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами. Украинского генпрокурора и российского. Молодец, молодец. Ему сейчас важно затягивать время, ни в коем случае не отдавать их, конечно. А почему Украина попросила? Потому что один из этих людей совершенно очевидно, что был на Майдане в качестве снайперов. То есть, это не ты о этом так думаешь? Нет, зачем? Есть фотографии, есть паспорт этого человека. Конечно, нет. А, все понятно. Конечно, тут все в порядке в этом отношении. С точки зрения доказывания, я думаю, проблем не будет. И Лукашенко заявил, и пугать нас тоже не надо последствий. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами и натовцами. Ни американцы, ни натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло. И при этом называет Путина своим старшим братом. Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут некие младшие. Нет. Мы действительно по возрасту и по политическому весу старший брат. Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку поставить, а поддержать. Ну, надо сказать, Лукашенко, я думаю, что он сам знает. Иногда старший брат младшего убивает, да, помните, и говорит, когда его спрашивают, а где твой брат Амель, да? А он говорит, что я сторож брату своему. Так что, Лукашенко-то это прекрасно знает. Не хуже моего насчет братьев. Там все в порядке. С самого начала человеческого все в порядке. Поэтому это очень такая хитрая, так сказать, хитрый вброс такой. А вот гениальное название статей российских СМИ. Я так понимаю, что скоро уже от бендеровцев, да, они перейдут уже к белорусам. Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границам. Так что про коварных хохлов мы уже слышали. Сейчас вот черед за белорусами. Захарова сделала заявление о задержании, о задержанных россиянах. Еще раз повторяю, вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию. Я вот потрясен. Кому белорусские исследователи должны доказывать? И что они доказывают? Представителю МИД должны доказывать о России. Машке этой Захаровой, белорусские исследователи должны доказывать. Вину Маш доказывают в суде. Для того, чтобы суд состоялся, должно пройти всестороннее и объективное расследование. Соответственно, в Белоруссии есть процессуальные сроки. Так что твои эти кренделя вернутся, конечно. Вначале будет суд, потом отсидят, потом вернутся. И все будет прекрасно. Но только уже в новую Россию. Без марш Захаровых, Путиных и всех остальных. Хотя я допускаю, что Лукашенко может их отдать. То есть, пошантажировать Путина, получить то, что ему нужно и отдать. Я сомневаюсь, что он решится отдать украинцам. Возможно. Это в зависимости, как Путин его ухватил за одно место. Если очень сильно ужалил, то он может ему отомстить. Таким образом, это будет здорово. Он только сегодня слушает его старший брат, а старший... Ну, что же, ну, старший и старший... А старших надо слушать. Так, и... Вот задержали сегодня, а потом отпустили главу штаба Тихановской. Она была задержана в 11 числов на выходе из литовского диппредставительства. Там она оформляла визу. Ее отвезли на беседу, а потом отпустили. Какая интересная беседа. О чем нужно беседовать с этими? Пресс-алкаше Захарова, да. Пресс-алкаше, это хорошо. Отправка возграницы, это провокация. Так, Россия около границ, Украина держит 80 тысяч. Да? Не дай бог таких братьев, как Путлер. Это точно. Отдаст, если выиграет выборы. Да, я тоже так думаю. Вы абсолютно точно говорите. Как только опасность исчезнет, да, то он отдаст. Не захочет он нового витка и новых разборок. Ну, посмотрим. Потому что опасность ведь может не исчезнуть. Он может ее ощущать, эту опасность. И тогда будет поступать какими-то, идти другими путями. Да, я иди. Вообще. Пока. ге bug puedes